всем привет мы с вами уже связали джемпер крючком посмотрите ссылку на данный мастер-класс я дам в описании к видео ну а теперь на основе этого джемпера вот кстати как он выглядит я покажу как можно связать тунику для беременных для будущих мамочек туничка очень красиво смотрится на животике мы будем делать прибавление только в области животика поэтому со спинки если смотреть то там она достаточно облегать спинку и вот этого эффекта бегемотика у нас точно не будет ну а также данную тунику можете вы потом носить после беременности она тоже очень красиво смотрится поэтому потом вам тоже пригодится ну давайте уже приступим я расскажу как вязать ее для начала мы открываем мастер-класс и вяжем вместе со мной ворот у туники далее находим линии реглана как сделать я тоже показываю и вяжем реглан до проймы посмотрите вот в области проймы мы соединяем как это делать я тоже показываю мастер-классе а далее вяжем спинку и полочку до области ниже груди в том месте мы где мы будем делать прибавления для нашего животика а вот где начинать те самые прибавления и как их вязать я сейчас покажу нам нужно найти два места откуда мы будем вязать точно такие же линии реглана как мы делали с вами вот здесь посмотрите вот так же будем делать листики точно по такому же принципу только в двух местах под грудью откуда у нас будет расширяться наша туника сейчас важное задание это найти те самые места где будет у нас линия реглана для начала мы находим серединку нашей полочки вот у нас полочка кофточку складываем аккуратно пополам теперь будем искать серединку полочки от крайних листиков у рукавов вот они наши крайние листики посмотрите вот у самой проймы рядом с этими листиками в реглане есть еще одни листики теперь от них будем серединку шагать по одному листику с каждой стороны один 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 и у меня посерединке оказался один листик потому что количество листиков полочки у меня нечетное если у вас четное количество листиков полочки то у вас будет не листик по серединке а дырочка между листиками это тоже возможно теперь нам нужно этот листик опустить смотрите вот ниже его листик а ниже листика дырочка это серединка полочки в этом ряду я ее помечаю маячком можно просто отметить цветной ниточкой все теперь мы ищем те места откуда мы начинаем вязать реглан посмотрите с каждой стороны надо отложить равное количество листиков вот я от серединки откладываю по два листика у вас может быть другое количество зависит от толщины ниточек и от размера конечно же тунички просто с каждой стороны от серединки откладываем равное количество листиков и мы теперь отметили те места где мы будем вязать наши прибавления в этих местах мы начинаем делать прибавления делаем прибавления точно так же как линия реглана мы вязали с вами точно по такому же принципу вот я связала один ряд посмотрите хотела вам показать вот они 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом далее мы вяжем без прибавлений и снова в том месте где мы отметили вяжем 3 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом как мы вязали с вами а дальше мы все последующие ряды вяжем согласно рисунку как мы вязали с вами вот эти листики в регламе смотрите вот они те самые три столбика с накидом далее 5 столбиков, потом 7 столбиков и у нас в каждом ряду будут идти прибавления теперь наша задача связать необходимую длину посмотрите вот в двух местах я начала делать прибавления и в итоге тунеечка у нас будет расширяться а как вязать рукава и как обвязывать кайму вы найдете в мастер-классе как я уже сказала ссылка на него в описании к данному видео я надеюсь что все понятно и данное дополнение к мастер-классу пригодится ну а свои работы вы можете присылать в группы вконтакте и одноклассники ссылки на эти группы как всегда в описании к видео ну на этом все спасибо что вяжете вместе со мной увидимся с вами в новом видео пока 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 и